До того, как с Сергеем познакомились, у нас очень много было общих друзей. Причем таких действительно друзей, которые и ему друзья, и мне друзья. Я все время слышала о нем какие-то превосходные рассказы и превосходные цитаты, так сказать, свидетельствовавшие о том, что Сережа человек и умный, и тонкий, и сложный, и так далее, и тому подобное. Потом однажды семиляк Максим, с которым мы оба очень дружим, привел Сережу ко мне домой. И это был совершенно изумительный визит, потому что начался он примерно с того, а я понимала, что парни с похмелья, поэтому надо как-то покормить, что-то я там приготовила. С утра они пришли на завтрак, вот. Я там наготовила с утра все дела, и Шнуров примерно, значит, в фразе на третий или на четвертый нашего разговора сказал что-то типа, потому что я думал, что вы такая мерзкая жирная скотина, а вы так ничего. Вот так как-то пошло. В общем, 20 минут я терпела это издевательство, и наконец-то я ему говорю, Сережа, я вам что сделала плохого? И тут Сережа сам займется и сказал, а черт, что знает, сказал он. И дальше мы уже общались нормально, уже все было хорошо. Потом я стала думать, что же это было, потом мы встречались уже при других обстоятельствах, и совершенно в другой интонации. И я все думала, вот кого же мне напоминает этот существующий разрыв между тем, какой, как Сергею на самом деле интересно разговаривать, и тем образом, который он создает в общественности. И я вспомнила. Это, конечно же, из легенд Серебряного века, это Клюев, который вот тут вот, значит, на краешке, значит, закусит чай баранками и сермягой, да, а при этом его Георгий Иванов застает, когда он сидит и там по-французски или в подлиннике Гёте читает, увидев это, Клюев ему тут же говорит маленечко маракую по-басурмански. Вот это чистый шнур. Здравствуйте! На канале НТВ в эфире программа «Школа Засловия», и мы ее ведущие. Авдотья Смирнова. И Татьяна Толстая. В гостях у нас сегодня Сергей Владимирович Шнуров. Он же Шнур. Вот. Здрасте, Сергей Владимирович. Здрасте. Как приятно видеть вас у нас в гостях. Мне тоже здесь приятно. Пока. Мы когда еще говорили о том, почему-то все сразу же ждут, что мы начнем прямо в студии мгновенно материться. То есть от тебя этого ждут практически в обязательном порядке. Вот тебя это не устал? Да даже не знаю. Да нет. Просто от некоторых людей вообще ничего не ждут. От меня хоть еще чего-то. Здесь есть просто вот такие ножницы между тем твоим образом, который существует в широком общественном сознании, и тем, что ты, ну, как я много раз слышала и в разговорах с тобой, и в каких-то твоих серьезных интервью читала, тем, какой ты на самом деле. Вот ты создал образ такого, значит, веселого, разбитого хулигана, и образ этот стал очень коммерчески выгодным проектом. Не было ли внутри некого... То есть какие чувства вообще ты испытывал по этому поводу? Я никаких чувств не испытывал. На самом деле этот образ складывался сам собой, и больше к нему приложила желтая пресса, нежели чем я сам. Моих подвигов-то там пять штук, да, но о них до сих пор там все помнят, и почему-то именно на этом акцентируют внимание. Ну, наверное, это действительно было самое яркое в моей жизни. А тот период жизни я свой вообще не помню. Вот, поэтому... А какие это подвиги? Ну, там, ну, письку показал, ну, там, где-то мытюгнулся, ну... В общем, то, что делаем мы всегда, да? Ну, да. Свободное от работы время. Как свободу, так сразу. Да. Чуть больше свободы, то сразу почему-то хулиган. Нет, там... Им самим интересно, потому что они сидят, зеваются, ждут пока хоть кто-нибудь даст хоть какой-то повод. Да нет, просто я понял твой вопрос, да, вот как раз про эти ножницы, которые... Есть некий образ созданный, причем не только желтой прессой, да, а, собственно, всеми людьми, да, не один я его делал, то бишь он складывался в головах, ну, там, у всех, да, сами его формировали, а не только я. Я давал только крючки и зацепки, за которые можно было потом его дорисовать себе самому, у каждого, как я говорю, у каждого, просто весь внутренний шнур, да, поэтому... Поэтому ему воля, что ли, не дают, а ему моя, так сказать, повседневная жизнь. Дело в том, что когда вот я так себя вел, я себя вел абсолютно искренне и честно, что и было в этом привлекательного. Я был пьяный в дрободан, я не делал вид, что я пьяный в дрободан, я действительно был пьяный в дрободан. Если я говорю, хуй, я говорю, это был хуй. Да, и, собственно, вот и все. Вот о чем хочется поговорить. Вот о том, как эпатэ буржуа, да, становится частью, на самом деле, буржуазного мира. И что происходит в этот момент с тем художником, который эту художественную провокацию начал? Когда он понимает, что на самом деле он встроен уже в ту систему ценностей, которую он отрицал. Ну, когда он стал мейнстримом, собственно, да, понятно. Плохо ему становится. А, когда он стал мейнстримом, ему плохо? Ну да, ну вот мне лично, на моем примере, да. Я, собственно говоря, и закрыл всю эту лавочку под названием Ленинград, когда только почувствовал, что, что бы я ни вытворял, это все находится в общем русле. Вот мне там, не знаю, только самоубийство могло бы там каким-то образом взбудоражить это болото с лягушкой. Вот Маяковский тоже начинал там, будьте добры, почишите мне уши. И закончил самоубийством. И вот. Причем он говорил, если он писал, подстригите. И закончил самоубийством. Потому что, не потому что там любовная лодка там разбила события, потому что любые там застряли. Потому что он стал мейнстримом, и он начал путаться тогда во всем. И в бабах, и в заграничных поездках, и в этих самых совнаркому аплодисментах. Потому что все это вот говно, конечно. В бабах путаться приятно, положим, и в Маяковскому было тоже. У него, по-видимому. Под конец жизни, да. Там вот именно, нет, путаться не в том смысле, что вот уж прям не знает, какую выбрать. А именно в смысле путаться, что у него не стало не получаться. То там, то ся. Так вот, ты говоришь, что ты прекратил группу Ленинград, да? Проект Ленинград. Да, это какой-то вот такой выход, да. Вот мой, который я себе нарисовал. Я решил сделать шаг в сторону, да. Когда я понял, что я в прицеле, я решил, как заяц, от этого уйти. Стал пеплять, скажем так. Я сделаю небольшую ремарку, да. Дело в том, что только под конец существования это стало проектом, да. Вот как стала это называться группировка, до этого была группа. Это когда там искренность зашкаливала там за, ну, 99 процентов. Когда там стало 30 процентов искренности и 70 процентов работы, тогда это стало, конечно, проектом. И когда уже я понял, что в этой ситуации, в этой процентовке я не могу существовать просто как творческая там боевая единица, вот, все это закрылось. Так, и что теперь с... Просто наша с тобой общая подруга Ира Меглинская просила меня, чтобы я задала тебе вопрос про елки. То есть что теперь происходит с корпоративами? Ну, их фактически как бы нет, вот. А жить-то на что? Ну, как-то есть на что. Ну, здесь есть музыка для кино, правда, кино уже нет. Есть музыка там для телевидения, но с телевидением тоже беда. Ну, как-то, как-то, не знаю, там, какие же основные средства зарплаты сейчас, я так подумаю. Ну, группа рубль вряд ли сейчас приносит какие-то или приносит уже какие-то серьезные дивиденды? Так, группу назовем? Зовем, что так она и поплывет. Нет, нет, тут дело, дело, конечно, не в названии. И, ну, фактически... А название хорошее, я сам придумал? Да, подсказала судьба. Существовать можно, но это понятно, что не, там, не кутить и не гулять, и там, и былые, там, какие-то, там, пропитые, там... Яхты. Какие-то, на, катерки. Вот этого, конечно, уже нет, но зато появилось какое-то ощущение легкости и воздуха. Я до сих пор, ну, вот, я сейчас могу дышать, да, вот совершенно точно. А был момент, когда не мог? Спертать была, ну, нечеловеческая. И почему-то мне казалось, что это какая-то внешняя проблема, что это вот мир становится таким, что какое-то вот что-то... А на самом деле не так, это было внутри меня. Вот. А чем ты хочешь заниматься? Я? Да. Вот то, чем я занимаюсь, я на данный момент и хочу. Вот так. То есть музыка для кино, это не случайность, а... А требность? Нет, это была давнишняя мечта, поскольку, вот, как-то... Мне очень всегда нравилось, что делал там Андрей Петров и Зацепин. Два таких были там... Невероятных кумиры, да, на которых я там как-то смотрел. И я думал, что вот если что-то делать, то вот, наверное, делать где-то вот как... Ну, стремиться к ним. Собственно, ну, вот и все. Это еще было до Ленинграда, там, просто когда там что-то дренькло на гитаре. Собственно, и все. Это какая-то реализация детской мечты. А вот если назад, отстегнуть назад, да, если заговорили то, что было до, вы учились где, чему, что вы хотели вот с самого начала? Вот вы закончили школу. Вот вы куда-то поступили. А куда вы поступили? Дело в том, что где-то, когда я школу-то закончил, в 90-м году, по-моему, тогда у всех, ну, нормальных мальчиков, которые становились мужчинами в это время, была одна мечта – не попасть в армию. Ну, это мечта всех мальчиков всех времен. Да, я вот, и моя профессия была такая – не попасть в армию. Да. Поэтому я поступил в институт, в институт, который был в Лиси, на тот момент, инженерно-архитектурный. Поступил я у него следующим образом. Жил я на технологике, и пешком от своего дома, а там три института – военмех, технологка и Лиси. И пешком я отмерил расстояние. Вот до Лиси было ближе всего. Все. Так. Вот такое было у меня призвание. Что делать дальше? Дальше в Лиси… Интересно там было, да? Там было круто, но только там нужно было учиться. У меня была компания, такие совершенно замечательные панки. Вот. Но их всех выгнали. Они не прошли первую сессию, и потом… Я подумал, что мне там не с кем общаться вообще стало. А потом я пошел в теологический институт при Духовной Академии благодаря своему приятелю. Вот это вот что было? Поэту было, не знаю, что. Честно говоря, в Лицее у нас преподавали какую-то, я не помню, как это предмет называлось, там, «духовная культура». Ну, положено, займем вот так. Тогда любили всякие такие идиотские названия. И как-то нам стало все это интересно. И потом на любом книжном развале, там, кроме философии, на тот момент ничего не продавалось. И если ты вообще был читающим человеком, то мимо этого пройти просто не мог. Уж не говоря о том, что каждая, там, пенсионерка уже зачитывалась это имя Розы, да, и как-то пытался. И я пытался в этом разобраться. Ну, неужто это вот единственная книжка, которая вообще, в принципе, может быть? Конечно, нет. Имя Розы или Роза Мира? Роза Мира. Имя Розы, да. Имя Розы – это хорошая книжка. Я поняла, о чем. Да. И ты пошел туда, и сколько ты там учился? Три года. Ну, это нормально. Это уже образование, между прочим. Почти полноценно. И это было интересно или нет? Это было очень круто, да. От этого что-то осталось в голове или все забыто? Ну, мне сложно судить, но понятно, что это каким-то образом меня сформировало. А в голове или в сердце это осталось, не знаю. Ну, это были скорее религиозные предметы или культурные, светские? Ну, вот там положено… То есть это богословие, что ли? Ну, положено, была история церкви, была новейшая философия, была философия Средневековья, был Новый Завет, предмет был Старый Завет, был Древнегреческий. Ну, собственно, такой какой-то набор. Ну, это из того, что я помню. Примерно. Ты говоришь про философию на книжных развалах. С тех пор ты ее читаешь? Бывает, да. Что? Конкретное, что, к чему я возвращаюсь? Да. Ну, так, чтобы вот серьезно, ну, не знаю, Платона, наверное, ну, к шеству. К шеству, наверное, больше всего. Нише, что-то в последнее время не идет. А что вот… Вот вы читаете, удовлетворяя какую потребность, в чем? Если б я знал. Если б я знал вообще, зачем мы читаем. Что вам интересно вот там в книгах? Да, собственно, в книгах-то… То же самое, что интересно. Вот кто мы, как мы живем, зачем мы здесь, ну, грубо говоря, да? Вопросы простые. Грубо говоря, там есть вопросы о человеке, есть вопросы о Боге, есть вопросы о мире. А некоторые просто считают, как программировать, да? Это все вопросы, зачем мы здесь, на самом деле. То есть о человеке? Ну. Нет. Мы и зачем вообще весь мир? Ты сказал, что Ницше не идет. У меня-то… Я в этом полный валенок абсолютный. Но мне-то всегда казалось, что, например, там, у них Ницше, а у нас Розенов – это вообще никакая не философия, а это литература, это писатели. Я не понимаю, почему они называются философы. Тут, да, тут можно далеко уйти. Дело в том, что любая литература – это философия. Можно так сказать. Можно сказать, что любая философия – это литература? Да, поэтому, да, тут, собственно говоря, вот этот момент перехода неизвестен. Что есть просто литература, а что есть уже философия. Нет, ну, на самом деле, если все отложить и пять минут посидеть и подумать, то можно достаточно четко разделить. Вот это вот, что продается в Бакалеи, а что в овощном, например. Ну, если подумать, то можно разделить. Это Бакалеи, а это уже не пойдет Бакалеи. Правильно? А какие-то вещи могут попасть между. Если это не сельпо. Если это не сельпо. А там должны быть калоши и развесной кисель. И обязательно шины от автомобиля. Дело в том, что у меня такое ощущение, что мы все-таки отовариваемся в сельпо. Ну, в общем, да. С нашим-то образованием, это уж точно. Но иногда завозят карамель-подушечки. Иногда, да. Завозят. Полосат. Но продают только в наборах. Ну, с нагрузкой. Да, да. А ты сохранил дурную привычку читать? Да. От которой многие постепенно отказываются. Мне почему так не кажется. Мне кажется, наоборот как-то. Что, ну, судя по тому, с какой скоростью наполняется интернет, очень много писателей, очень много читателей, да? Ну, тогда это каждый просто сам себе немножко выражатель. Но так, чтобы вот читать, это действительно... Нет, мне кажется, что у людей, что люди испытывают потребность почитать какие-то книги, но они для себя не могут сформулировать, особенно, что они хотят, что они хотели бы получить. Так что-нибудь почитать. А вот что? Ну, это да. Это вот, кстати, яркая проблема, потому что непонятно, на что ориентироваться. В современном мире появляется столько литературы, да, что даже в книжном магазине ты просто теряешься. Абсолютно. Историю ты читаешь, да? Историю? Да, историю, мемуаристика, там, не знаю. Мемуаристику не читаю. Историю интересуюсь, скажем так. Не могу сказать, что там я открываю Иосифа Флавия каждый день. Нет. Ну, я, по крайней мере, счастлив, что я знаю, кто это такой. Из последнего, из последних книжек, что вот как-то так действительно произвело впечатление? Что в Штырило? Угу. Ну, по-настоящему уже вот Лесков меня в Штырил перечитанный. Вот вообще. Весь? Весь? Нет. Вот очарованные странные как-то попалась книжка. И вот прям вот. Причем прочитал ее где-то там, ну, не знаю, год назад. Да, после этого уже было много чего. Ну, то есть, про я к ней там возвращаюсь. Как, каких писателей вы любите? Три самых важных для вас русских и три иностранных? Или наоборот, или замешать их? Ну, вот, чтобы все нравится и вообще-то, говоря, можно было бы ими ограничиться. Нравится вот непонятное слово, да? Да, непонятное слово, да, да. Вот абсолютно. Минуя эту непонятность, потому что, что тут? Три самых главных, это вот лучше. Ну, я могу иначе сказать. Призвели впечатление. Чарльз Буковский. С иностранного начал. Да. Сорокин. Посмодернизм. Не ругайтесь. Я не ругаюсь, я просто пытаюсь определить. С иностранных начал. Посмодернизм. Это что, это я уже второй раз обругиваю, что ли? Я отмечаю, в скобочках. Я показываю мыслительный процесс, другой бы промолчал на моем месте. А вы видите, как я ставлю чекбокс. Ты-тых, ты-тых. Другие так делают, но вам не говорят. Ну, не знаю. Ну, и положим там... Даже не знаю. Умбер-то. Так. Вот так. Так. Ты говоришь, что вот очарованный странник. А что у тебя вообще за взаимоотношения с русской классикой? Сложные. Что называется сложные? Сложные... Отторжение или раздражение, или кажется, что устарело, или наоборот... Нет, нет, нет. Очень сложно, да, смотреться в зеркало, да? Особенно, если оно показывает гадость. Кто показывает? В зеркало. Нет, 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 из писателя, я поняла. Из писателя? Ну, собственно, все. Я нахожу там, ну, во всех русских классиках, там, частичку своего, там, идиотизма. Хорошо. А кто больше отражает? Это вот в том-то и... Ну, хорошо. Больше отражает. Да. В ком больше? Так, как я из Петербурга, Достоевский. Он вообще гадости показывает всем, кто бы посмотрел. Ну, не нас... Я не про те гадости, которые он показывает, а про гадости в себе, да? Да, да. Хорошо. Которые там есть. Но он предлагает больше возможности отражаться к гадостям. То есть, правильно ли я... Трюму прямо, он трюму. Правильно ли я понимаю, что когда ты говоришь, что сложное отношение с русской классикой как с зеркалом, это означает одновременно, что ты, так сказать, чувствуешь, да, что она является частью тебя? Угу. Угу. Да? И одновременно я понимаю, что вот весь мир, который сейчас существует вокруг меня, это благодаря ей тоже. В смысле, тот мир, который не особо симпатичен. Да. Угу. И я как часть его. Угу. Ну, это, знаешь, я тут с нашей с тобой общеподругой Аней Пармус, я ей подсунула Де Кюстина, которую она не читала, в России в 1839 году. Угу. И, соответственно, выслушиваю все эти рыдания и слезы, что как же это может быть, это же означает, что было всегда, а означает, что у нас нет вариантов. А я прочитал у кого-то вот вообще просто гениальное такое выражение, что в России за 10 лет меняется все, а за 200 ничего. Да. А как ты считаешь, вот, если брать первую часть этой формулы, что за последние 10 лет все изменилось в России? И что за последние 200, соответственно, не изменилось? Ну, абсолютно не изменилось арабское восприятие мира, да, что... И чувство хозяина, которое, вот, оно все равно где-то в спинном мозге, если ты вот без хозяина, то тебе плохо, то ты ищешь его. Ну, ну, тебе нужен какой-то дяденька, который бы говорил бы, вот, что делать? Угу. Вот, сегодня картошку копать или там за свиньей браться? Сам ты вот как-то теряешься в этих двух вещах, да, двух действиях, ты не понимаешь, что тебе делать, и поэтому ничего не делаешь. Ну, сам ты понимаешь, что вот эта карта и есть, вроде хочется. Вот это, вот это абсолютно не меняется. А то, что изменилось, ну... За последние 10 лет конкретно? За последние 10 лет. За последние 10 лет. Мне кажется, исчезло, что, наверное, важно и очень хорошо, исчезла вера в светлое будущее. Ты считаешь, это хорошо? Да. То есть исчезли иллюзии? Иллюзии абсолютно все лишены, но это, собственно, откуда такой рост цинизма, да, потому что весь мир уже открылся перед тобой, и тебе как-то нужно от него закрыться, ну, как-то выжить в этой всей ситуации, поэтому ты становишься циником. Угу. Поэтому тебе все смешно, поэтому бесконечные у нас одни юмористы и шутники остались, да, все смеются, потому что они так закрываются. Да. Возможно решать проблему, да, если ты, как бы, юмор это некое такое снятие, да, когда вот что-то страшное, а ты говоришь, раз, там, ха-ха-ха, вроде как посменялись. Это бинокль, когда ты в него обратно смотришь, ты не приближаешь к себе это все, а наоборот удаляешь. Я не уверена, что отсутствие веры в светлое будущее или какой-то аналог, то есть, ну, если говорить о том, что на Западе происходит, то утрата ценности гуманизма, которые вот весь 20-й век пронесли даже сквозь весь тот кошмар, который был, да. Или позитивизм. Ну, то же самое, да, если угодно. Но, во всяком случае, даже сквозь войну все равно, вот закончится, это фашистского гада мы, значит, все победим, и вот тогда гуманистические ценности. А, а, никакие гуманистические ценности. Потом это освобождение там Африки и прочих алжиров, и, значит, теперь все живут спокойно и счастливо. А, а, тут такое, такие открыли бочки. Тут такое поперло. Самая странная история в том, что я вот сколько-то, 36 лет живу, да, и вот в этой стране мне все время говорят о том, что у нас было великое прошлое и великое будущее. Ну, вот все эти вот 36 лет, это не такой большой период, а вот великое настоящее, ну, все время где-то прои***но, да. И я вот все время то оглянусь назад, подумаю, да, то посмотрю вперед, где-о. И вот в этой ситуации мы постоянно движемся в истории. Ну, да, и так всегда, и все время. Победы отцов и дедов, с одной стороны, а с другой стороны, светлое будущее, кто и наступит. Это весь 20-й век прозидели. Да, да, да. Дело в том, что... Исторические завоевания и светлое будущее, вот, собственно, диапазон. Да, так в 21-м мы начинаем точно так же жить. Да, да. Ну, это просто, это уже... Не говорите слово «менталитет», я боюсь этого слова. Мы его и не говорим. Ну, могли случайно сказать, а мне все равно... Я просто мысли прочитал. Ты веришь в загробную жизнь? В загробную? Да. Я не знаю, я верю в Христа, да, но, следовательно, верю в загробную жизнь. Но я себе ее стараюсь не представлять. Угу. А о смерти ты думаешь? О смерти, да. Много? Часто. Часто, да. И что? А что еще остается? Я знаю людей, которые не думают о смерти. Они боятся думать, они врут. Они думают о смерти. Конечно, ну, просто... Нет, они просто откладывают на потом. Ну, наверное, нет. Вот я другой раз. Ты боишься смерти? По-разному бывает. Как? Бывает, что... Ну, как, ты страшишься неведомого, да? Угу. Бывает, что вера внутри тебя, она просто вопиет о том, что ссать-то нечего. Угу. Я помню о смерти, но не забывая о жизни, да, я не тороплю этот экзамен. И, собственно говоря, и экзамен-то будет заключаться, экзамен-то идет уже сейчас, да. Это не тот момент, когда вот раз, и вот вдруг тебе нужно что-то отвечать, а ты еще не успел подготовиться. Вот он экзамен ежесекундный. Угу. Поэтому каждая наша секунда – это некий момент смерти. Угу. Это постоянная... Мы дышим. Угу. То, с чем мы соприкасаемся, вернее. Мы-то живем, да. Вот каким-то образом живем, несмотря на... Живем, умираем, да. Угу. Скажи, а... Как-то перетекаем с тобой, да? А ощущение движения в сторону ее, то есть иначе это называют ощущением возраста, у тебя есть? Ну да, 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 есть. То есть у тебя есть ощущение, что ты стареешь? Ну еще бы его не было. Вот положим, если там 10 лет назад я мог выпить 2 литра. Я так и знала, что ты это сказал. Сережа, вот, понимаешь? Брать, на чем еще у тебя ощущение строится? Ты Москва-петушки, ты в какие силы? Ну потому что ты сейчас жульничаешь. Ну вот, шнур, ну жульничаешь, ну прости. Ну потому что мы говорим о важных вещах, да? Ты начинаешь опять давать шнура. Хорошо, я собрал. Ну, нахренай это надо гнать шнура. 10 лет назад я мог выпить 1,5 литра, не 2. И сейчас я могу выпить 1,5 литра. Смерти нет. Ты жульничаешь. Абсолютно жульничаешь, ты знаешь? Мне, конечно, ну посмотри, борода седая уже. Ну как ты чувствуешь? Ну и потом мысли по-другому сну текут, да? Если раньше они там бились о черепную коробку, сейчас они начинают как-то течь, что ли. Но потом бы и даже... Ты счастливее сейчас и... А счастливее это вот, ну непонятно. Счастливее, счастливее. Хорошо, сам себе нравишься больше, тот или нынешний? Да я себе вообще-то не нравлюсь, да? Не то, не нынешний. Хорошо, ты себе не нравишься больше. Ну в смысле слова счастливее, что в этом понятии такое? А что тут трудно в этом понятии? Хорошо, не счастливее. Я имею в виду... Вот счастливее, вот счастливее, это же вот сейчас я счастлив, там раз, как вздох, а сейчас уже вот вроде и не очень. Правильно, но количество вот этого вот, ну условно говоря, это некоторые в этой линии, да, в этой линии, выше, ниже... Да. Тогда это не счастье, а радость бытия. Хорошо, радость бытия. Раньше было больше или сейчас больше? Как ты ощущаешь? Как-то... Ну я пока с собой как-то еще договариваюсь, да, по поводу этой радости бытия. И как-то бытие меня еще не особенно пинает под зад. То есть контроль еще сохраняется, да? Скажи мне, а как ты относишься к такому довольно распространенному высказанию, когда люди говорят, что вот если бы я мог сейчас заново прожить свою жизнь, я бы сделал все точно так же? Да это дураки так говорят. Ты сказал, как говорит наш с тобой любимый персонаж. Да. Ты сказал. Нет, я тоже так считаю. Я считаю, что ничего не может быть глупее, потому что... Ну конечно, ну точно так же. Все бы переделал. Так же, так же прожить свою жизнь, ну это нужно быть полным идиотом. Но это такая принятая формула вообще. Ну да, да. А что тебя раздражает больше? Страшно же всем признаться, что они козлы, да? Сказать, да, я мудила. Ну в конкретном каком-нибудь случае наверняка кто-то бы мудила. А то такое ощущение, что живешь вокруг они святые. Нет, и никто так жизнь переживать не хочет. По-новой. Прекрасный. Нет, там тут на самом деле есть просто... Есть один момент, который у некоторых людей очень сильно проявляется. То есть что бы ты ни делал, а все равно получается ровно все так же. То есть такое, это у фаталистов. Вот ты переживаешь жизнь во второй раз, ну допустим, да? И ты, значит, не пойдешь с этими людьми, не поступишь в этот институт, не поедешь на этом трамвае, а все равно тебя настигнет и с тобой сделается все точно так же, как было и в первый раз. Не уйти. Нет, ну тут как раз предлагают варианты. Это не о фатализме. Ты от себя, ты от себя, ты сам можешь поменять это, но судьба-то не поменяется. Это вообще свобода воли и свобода выбора. Это вопрос, на который ответ на самом деле нет. К сожалению на это. Вот как ни крути, я не могу понять, что с этим делать. Потому что такое количество свидетельств накапливается за жизнь о том, что некоторые вещи то ли предопределены, то ли ты ничего с ними не можешь поделать, потому что ты за три дня знаешь, что они случатся. Мне кажется, что мы своими вот умишками пытаемся в трехмерное пространство впихнуть то, что вообще не впихивается, да? Угу. Суждение о предопределении и свободе выбора, они ни о чем, собственно говоря, потому что у нас вот... Есть факторы, которые мы не можем учесть, потому что это четвертая измерения, пятая, шестая, семая, восьмая, восьмая. Да, мы не можем быть вот за эти три, три, собственно... С половиной. Три с половиной измерения, да. А как ты сам считаешь, вот этот извечный тоже спор о природе искусства, да, о природе художества? Ну, то есть она... Кто-то говорит, божественная природа, кто-то говорит, что демоническая. У тебя... Что ты считаешь? Искусство это что вообще? Что это за род деятельности? Что такое быть художником? Как я, вот, кстати, Василию Бархатову, мы с ним как раз разговаривали про театр, долго. И Вася мне что-то очень долго-долго объяснял, я говорю, ну, я, наверное, тебя понял. Говорю, театр – это попытка на е... жизнь. Переформулируй, пожалуйста, так, чтобы могло быть понятно зрителям без бипов. Искусство – это попытка обмануть жизнь, да, ну, как-то так. Ну, и театр, да, в частности. Не жизнь имеется в виду вообще, а жизнь как некий бытовой момент, да, когда вырваться за рамки вот этого. Что ты в себе больше всего не любишь? Да я не знаю, я же себя не, не это, не делю. Нет? Что-то люблю, что-то не люблю, я не знаю. Да, я думаю, конечно, при себе, ну, не знаю, я не хочу на эти вопросы ответить. Хорошо, это твое право. Что они любят? Знаете, лучше поговорим о том, что я люблю. Сны смотреть любите? Сны смотреть? Да, да. Они полноценные? Когда как? Ты запоминаешь сны? Ну, с утра помню, а потом не особенно. Ну, с утра помню, то уже хорошо. Бывает, и пар сразу летает. Не, ну, как-то вот тфу-тфу-тфу, с каких-то страшилок, в холодном потове не просыпался. А сюжеты всякие, что были полноценно развиты? Приключения? Приключения, да, бывают. Слышно? Ну, у меня традиционно все там. Инопланетяне, там, Звездные войны. Тебе прям снится это? Ну, да. Тебе реально снились инопланетяне и Звездные войны? Ну, как, нет. Что-то традиционного. Это, значит, это редчайшее сновидание. Редчайшее. Мне никогда не снились. Ты что? У меня постоянно там какие-то галактики, межпланетные корабли. Да? Да. Что-то традиционное. Ничего, абсолютно. Я первый раз такое слышу, вообще. Да. Мы очень любим просто расспрашивать про сны, да. И сами много и интересно их видим, да. Ну, это такие типичные сны, алкаша. Не преувеличивай. Традиционно. Ну, вот у Семилика. По России ему снятся тоже, как у меня тебя не наверняка. Нет, не знаю. Ну, мы про Семилика не говорим. Я спрашиваю обязательно. Да. А скажи, то, что ты сейчас делаешь с группой Рубль, это что? Это музыка для тебя прежде всего? Или это, я не знаю, но совершенно другой какой-то перформанс, да, другой театр, условно говоря? Там что важно? Театр другой, звуковое вот это все наполнение тоже другое. Ну, там важно, собственно говоря, у меня всегда, я не помню, где-то я прочитал, то ли в юности там журнал был такой. По-моему, да. Интервью какого-то там рок-деятеля. Я еще тогда в школе учился, и там как раз говорилось о том, о невозможности существования на равных правах русского языка в рок-музыке. Меня всегда это смущало. Ну, действительно, вот русский рок, он звучит как-то, ну, вот... Я, кстати, помню это, да, это соображение. Да, я как-то неказисто. И где-то вот там в 35 я подумал, как-то нужно, ну, я не верю в это. И вот сейчас вроде как зазвучало. А тебе не кажется, что Чистяков когда-то делал достаточно национальную музыку с русским текстом? Да, вот... Может быть, с самым оригинальным? Да, но дело в том, что вот сейчас то, что делает Рубль, это такая уже транснациональная музыка, что это, ну, рок вообще, да. Но на русском языке, я понимаю. Ну, там неважно на каком. Там главное, чтобы фонетически, музыкально все это было, ну, звучало, не вызывало отторжения. Чистяков хорош тем, что, да, он действительно русский, да, и в нем это слышно сразу. Да. Но положим, я не знаю, французскую группу, поющую круто на французском языке, рок, вот, который сейчас появляется, причем-то в большом направлении. И вот так вот сразу от английского ты не отличишь, и от американского. Они умеют укладывать, но они слышат хорошо. У нас как-то вот не слышат. Собственно, это вот такая маленькая задача, которую я решил решить. И она вроде как решается. Ты ради этого как бы затеял... Я не ради этого. Ну, окей. Это одна из целей. Ну, да, да. Ну, и потом... Потом я там давно мечтал поиграть на гитаре, на электро. Ну, где-то с класса девятого. Ну, вот сейчас там в 36 я играю на гитаре. В рок-группе. Что еще может быть круче? Скажи, а вот это... Вот, опять же, возвращаясь к началу разговора. Вот, под конец Ленинграда, да, ты был такой маркированный бунтарь, который при этом вел светские мероприятия. Ну, там, я не знаю, какую-нибудь церемонию, там, премии журнала «Собака.ру». Не надо говорить какой-нибудь. Это было единожды. Ну, значит, я попала на тот единственный раз, когда это было. Но, тем не менее, это было. Да, да. Следует ли из того, что ты, как бы, перестаешь быть вот этим маркированным бунтарем, что ты, соответственно, больше и церемонии буржуазные не ведешь? Ну, я, на самом деле, ничего против буржуазности не имею, да? Вот начнем с того. Потом, церемония церемонии рознь. Собака 50 – это не самая плохая церемония на свете. Безусловно. Потом в журнале работают мои друзья, которым я, ну, не то что не могу, но не хочу отказывать. И если... Все, нет, для того, что никаких оправданий не нужно, понимаешь? Нет, это не оправдание, это не оправдание. Я, на самом деле, хотела услышать от тебя, что ты ничего против буржуазности не имеешь. Не имею. Потому что главный упрек, да, который звучит в твой адрес, если в твой адрес вообще звучат упреки, да, он всегда вот тот, который я слышала, да, и который, может быть, даже я иногда и для себя также формулировала. Это то, что, так сказать, ну, парень, ты определись, как бы, ты, так сказать, взрываешь этот мир, либо ты, так сказать, отлично в нем существуешь, играя во взрыв. Да, потому что при том образе, который ты выстраивал, да, ты давно должен был уже там либо спиться, сторчаться, повеситься, там, ну, я не знаю, выбирай любое. Было близко, да. Было близко, но дело в том, что вот чем отличается буржуазность от, не знаю, там, пролетария, да? Ну, ты вот меня хочешь либо в буржуа, либо, что, как у нас антитезы. Я тебя там вообще не числю, я тебя в художниках числю, а художникам правила не писаны. Да, ну вот, дело в том, что мне нравится напиваться в говно, как пролетарий, да, но дорогими напитками. Вот и все. Это и есть художник. Это, собственно, вот сейчас вы дали определение художника. Абсолютно. Ну что, Сережечка, продолжай в том же духе. И вам того же. Спасибо. 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 Мне показалось, что мы были достаточно искренни друг с другом, что в населении вообще редкость. Вот, собственно, и все. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»